всем привет вы на канале маленький сад на краю вселенной сегодня 15 октября 24 года и будем укрывать кусты крупнолистных гортензий двух сортов мой сад находится в западной беларуси первым делом конечно обрезаем соцветия до первой пары почек такую красоту жалко обрезать ну что поделаешь это у меня сорт бесконечное лето обрезаем до первой пары почек эти соцветия в компост лучше не выбрасывать можно ими замульчировать грядку с чесноком или с луком на зиму для снегозадержания и также можно занести в теплицу или подповедку и когда они полностью высохнут и будут сухими можно использовать как воздушную прослойку для укрытия гортензий крупнолистных или роз под парниками под укрытиями листья на гортензиях я предпочитаю обрезать кустик у меня небольшой поэтому это принципе можно сделать без проблем можно оставить вот только верхнюю такую розетку листьев для сохранения почек говорят что почки так меньше подмерзнут хотя цветочные почки вот они расположены пухлые намного ниже чем они наверху вот лишился кустик листьев я потратила на обрывание листвы около 10 минут но зато хорошо видна структура куста и как одревесневают ветки именно от одревесневания зависит хорошая успешная зимовка ну как видно стали одревесневать только снизу тут конечно верхушки где нам и нужнее всего вот эта часть веток где вот эти цветочные почки еще не одревеснела если вы будете обрывать руками листья то не вырывайте вот с мясом вот с этим черешком чтобы не травмировать почку и чтобы она в дальнейшем не засохла вот структура стала видна и можно избавиться от всего тонкого и не продуктивного я избавляюсь теперь потому что весной не будет времени ну вот смотрим костик у меня не очень старый поэтому старых побегов у меня практически нет здесь особо вырезать нечего ну а тонких веточек смотрите вот например смотрите сколько много веток на этой ветке 1 2 3 4 5 6 побегов от некоторых нужно избавиться возможно даже вот таким образом вот эту верхушку убрать и нагрузка на ветку уже будет меньше или смотрим еще где тонкие веточки ну вот смотрим вот это уже старый побег такой самый первый его можно не убирать вот верхние ветки или избавляемся от самых тонких вот таким образом или лучше макушку вырезать вот так где еще вот смотрим тоже и лежит ветка возле земли и вот очень тоненькая и цветочных почек здесь нет чтобы не оттягивать питание можно обрезать и оставить хотя бы лету смотрим здесь тоже ветка лежит и здесь четыре вот таких побега 4 побега ну я думаю один из них точно лишний можно удалить вот все тонкое которое не будет важно перезимует она или нет мы удаляем она не нужно чтобы потом не тратила силы вот тоже тонкий очень побежек его отрежем вот тонкая вот тонкая давайте посмотрим вот хороший пример вот четыре веточки вот это тонкая она не продуктивная ничего не даст в эти то ветки тоже тонкие непонятно какие у них почки ну а это смотрите какие хорошие почки в побег можно оставить это не нужно вот таким образом избавляемся от всего лишнего ну вот интересная ветка вот так она выглядит я буду обрезать вот эту мелочь верхнюю смотрите на очень тонко она все равно не перезимует я обрезаю верхушку и оставляю вот эти два побега чем больше будет шапок тем они будут мельче чем меньше тем будут покрупнее раньше я покупала серу кормовую она была дешевле на маркетплейсе в принципе можно найти и коллоидную серу довольно дешевую рассыпаем примерно грамм 40 вот знаете как стандартный пакетик вот покупали раньше сера закислит почву и убережет от в различных там клещей профилактика хорошая меньше будут наши гортензии болеть если у вас земля сухая обязательно перед внесением кормовой серы там или коллоидной пролейте свои кусты водой это позволит им лучше перезимовать и не высохнуть хоть недостатка влаги весной теперь мульчируют вот этот приствольный круг кислым торфом с кислотностью два с половиной три с половиной он покупной в принципе уже куст кислотой будет обеспечен на следующий год скажем так вот так получилось промульчировала кислым торфом ничем я корни не засыпаю не торфом там горки никакой не насыпаю потому что корневая у гортензий очень морозоустойчивая и корням не страшны в принципе никакие морозы тем более наши белорусские если у вас в этом живете где-то таком месте где снега мало а морозы доходят до 40 градусов то возможно вам стоит присыпать более толстый слой торфа на корневую систему я беру вот такие шпильки они у меня служат не один год они длинные желательно чтобы были и пригибаю близлежащие ветки берут по несколько штук и под углом не перпендикулярно в землю а под углом так чтобы не попасть на почку тогда шпильки не выскакивают из земли кого есть стеклоарматура можете использовать ее у меня куст не слишком большой поэтому я не раскладываю его на несколько вот таких частей и осталось если не сломается пригнуть считай последнюю ветку вот так и осталась одна ветка она легко погибается это наверное выскочила вот таким образом получилось вот таким веером на одну сторону закреплены ветки шпильками я ничего не подкладываю под низ если хотите можете положить лапник но это лишнее телодвижение как я считаю не подкладывайте пенопласт там никакие доски потому как наше растение будет греться именно от тепла исходящего от земли а тем же пенопластом и досками вы наоборот наоборот сделаете так что кусту будет намного холоднее он греется от земли ставим дуги чем они выше будут тем лучше значит вот воздушная такая прослойка между растением и морозами будет такая более солидная то что ветки прикасаются к траве ничего страшного с ними не произойдет проверено ну края я закрепляю вот такими шпильками тоже всовываю их под углом ну вот такое укрытие получилось сегодня у нас минус два минус три ночью и утром одного слоя спонбонда будет пока достаточно вторым слоем спонбонда я укрою еще позже когда станет более ощутимо холодно ну когда будут опускаться тем температуры где-то до минус там 20 25 как у нас бывает в беларуси я буду использовать еще вот такой материал синтетический для утепления труб сверху набрасывать чтобы гортензия была теплее потому как одревеснение и вызревание почек идет практически до до конца зимы и весны ну и обязательно не забудьте положить смоченные дегтем ватные диски или какие-то тряпочки под это укрытие потому что под укрытиями очень любят ходить мыши и слизни ну также можно положить использованный кошачий туалет целлофановым пакетики раскрытым и приманку от слизней мне понравился слизняков нет биологический препарат потому что слизни могут в принципе повредить ваши кустики не говоря уже о мышах но